Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Авориан, и сегодня мы займемся грубой добычей руды. Мне ребята в комментах подсказали еще интересную тему, которую я не знал, я задавался там позапрошлой серии вопросом по поводу руды в, казалось бы, пустых астероидах. В общем, посмотрим мы на эту тему тоже, и сделаем сегодня из этой винтурки классический буровой фрегат, который мы немного покопаем, посмотрим, кстати, тоже интересный момент, за переработку руды на станциях вот этой фракции мы будем получать хотя бы какой-то малейший прирост репутации или как. В общем, будем разбираться. Ну и тоже мы в прошлой серии получили, прикупили, получили, прикупили, где там у нас модуль, вот этот вот, да, детектор объектов С-43, и его мы сейчас установим, надо только приблизиться к, где она вот тут, вот эта станция была. Мы его установим, попрыгаем по территории вот этих вот ребят, посмотрим, ну, ближе будем в сторону двигаться, в сторону центра галактики, и поищем, может быть, какие-то интересные объекты, которые должны подсвечиваться. И радиус подсвечивания там какой? 9, 9 километров, типа, да? Ну, недалеко на самом деле подсветка будет, недалеко. Я все равно ничего не увижу, скорее всего. Ну, сейчас будем разбираться. Серия, может быть, не очень длинная будет, да? Не так, как прошлые по часу, по полторам, потому что сейчас чуть времени мало. Так, это нам не надо, нам надо снять... Наверное, я оба прыжковых сниму, поставлю, во-первых, сканер, а во-вторых, я купил модуль контроля турелей. Попрыгал немного не на запись тут. Стоп. О, а у меня был, получается. Я даже зря деньги потратил. По-моему, я вот этот купил. За 200, по-моему, тысяч или что-то такое, или за 300 даже. А у меня вот этот вот был уже. И мне этот не особо надо. Ну, ладно, пусть будет. Может быть, потом еще пригодится, если покопать захочется. Тоже накупил торговых модулей, продвинутых. Если золотой не найдем, можно будет их объединить, попробовать. И с золотым уже полетать, поторговать. Хотелось бы посмотреть, как это работает. Ну и да, нам еще понадобится, наверное... Я, наверное, да, вот сниму сейчас вот это вот дело. Турели как? Просто поисчезали, интересно. И добавим... Ну да, лучшего у нас ничего нет, только вот такой вот детектор руды. Поищем детектор руды более высокого качества, я думаю. Если будет в продаже, то прикупим где-нибудь. Ну и надо, конечно же, поставить турели. Турели. Так. А шахтеры у меня там, наверное, не работают. Ладно, я пока на них забью. Если там перестану, где-то кто-то перестанет работать. Надо, во-первых, посмотреть, что у меня... А в принципе, неплохо рудокопов. Хорошо, давайте тогда мы поставим... Я же могу просто наставить турели буровых, правильно? Демонтажные мы снимем. Могу же поставить буровых турелей и... Ну, короче, не снимать вот эти. Они у меня там... А. Боевых... Не, ну правильно, 4. У меня и было, походу, 4. Мне тот модуль был, не надо. Наверное. А что у меня их 4? 1 плюс 3. Откуда вот эти плюс 3? Ладно. Неважно. Важно поставить сейчас грубых турелей. Железодобывающие эту надо разобрать. Грубая добывающая турель. Нас интересует. И, наверное, я их все-таки поставлю где-нибудь тоже... Вот так вот, недалеко. Так, грубая раз. Грубая добывающая дваз. Разного размера еще тоже. Ладно. Вот эту... Болтер мы перенесем. Где у нас болтер? Появился. У болтера там, по-моему, был... Вот, чумовой ДПС, да. Как тебя... Как тебя... Происходит? А, вот оно что, Михалыч. Смотрите как. Одну снял и все. И уже 1 плюс 2. Подстава. Ладно. Болт... Ну, пока воевать особо ни с кем не будем. Поэтому... Нормально будет. Так. Грубодобывающая. Поехали. Интересно. Грубодобывающая. Еще одна. Есть еще что? Ну, окей. Мне этих четырех хватит. Да. Нам надо добавить-то еще... Верно. Работа по добыванию сырой руды. Так. Первым делом... Отметим... Боевые... В первую группу. Вот эти во вторую группу. Работают... Две все равно. А у нас там три стоит, по-моему. Правильно? Вот это... Серьезно. Так. Хорошо. Нам надо грузовой отсек поставить. Правильно? Надо же руду куда-то добывать. А грузового отсека... Нет. И что мы снимем? Что, прыжковый двигатель снимать? Я же могу... Я не... Да. Могу снять. Но грузовой отсек нам надо обязательно. Вот этот чемодан. Нет. Не этот чемодан. Это плохой чемодан. Вот этот хороший чемодан. На 200 грузового отсека. Ну и давайте покопаем. Только что мы копать будем? Конечно, титаниум как минимум, да? А как максимум мы еще полетим... Мы можем, да, не заморачиваться пока что. Пока у нас... Пока мы не нашли места, где копать. То поставим вот так. И вот так. Эти два модуля пусть стоят. А прыжковые, да. Ну, это уже более-менее. Прыгаем куда-нибудь сюда. И потом пойдем... Ага, куда мы пойдем? Нам туда надо... Прыгать. Ну, ладно. Прыгаем, посмотрим потом. Что будет интересного. Вот здесь есть какой-то интересный объект. Это может быть как астероид, так и какой-то схрон наш любимый, да? Любимый схрон. И на расстоянии девяти километров, я надеюсь, не метров, нам подсветится это дело. Ну, астероид мы найдем, увидим как бы сами. Если что. Это выбранный мной астероид подсвечивается сейчас. Он нам не интересен. Ну, тоже так летать не весело как-то. О, большая это, да, залеж титана. Ну, астероида я не вижу. Полетели пока к Титану. Посмотрим, как мы копаем, как быстро мы забьем рудой весь инвентарь. А то вроде мелкие астероиды все. Тут бы, конечно, какой-то сканер побольше. Так-то от такого маленького особого проку и нет, казалось бы. Все равно искать глазами все приходится. Наверняка тут... Ой-ой-ой, тихо-тихо. Никто даже не заметил, что мы немножечко тут цепанулись. О, красавица. Вот ребята писали вот в подобных длинных астероидах. Ну, наверное, в каких-то больших. Это, наверное, небольшой. Внутри есть очень... Ну, бывает. Очень богатая залежь. Эй. А, да, я же снял этот. Правильно, я думаю, что... Что такое? Чек. Четыреста... Угу. Неплохо. Перерабатывается она один к одному. Да. Серьезно. С четырьмя такими. Проблема в том, что... Сделать автоматических добытчиков на такой системе я пока не могу, потому что им нужно прыгать будет из сектора в сектор. А... Прыгать, возможно... Ну... Прыжковым двигателем будет гораздо удобней. Ну, в принципе, можно и так сделать, да? Но так неудобно будет. На обычном двигателе. По вратам летать, да, собственно. У нас просто попозже появятся блоки, из которых мы можем делать... Кстати. Ну, давайте договорю. Блоки, из которых мы сможем делать блоки гипердвигателей, или как-то они так называются. Там, кстати, пираты летят. И тогда будет проще. Тогда можно будет гонять хорошо этих копателей. Не по вратам летать на переработку далеко. Или сидеть возле этой перерабатывающей станции и копать только в округе. Хотя, чё, чё, может не париться? И заделать таких себя? Ну, просто смотрите, да? Вот хоп, и мы уже накопали... 10 тысяч титаниума. Ну, да, его переработать, конечно, надо. Сейчас нам помогут его переработать. Давайте быстренько докопаем, может. И свалим. У меня три пушки всего. Две, точнее, даже. О, всё. Всё, мы уже накопались. Отлетим, чтобы по нам не стреляли. Нычку я тут пропустил, да? Так и не нашёл. Схрон. Ладно, нам надо валить. Валить. Станция оборудования. Так, куда валить? Торговая станция. Хранилище ресурсов. Сюда и валим. Окей. Ушли. Ушли с целой кучей титаниума. Сейчас мы переработаем её. Вот здесь. Вот когда вот такой прыжковый двигатель есть, да, то хорошо, удобно. А так пусть, наверное, пока мелкие стоят. А, блин, тоже и хочется, и не хочется заморачиваться. Без прыжкового двигателя. А заморочиться придётся, потому что, ну, это реально, и гонять туда-сюда придётся. Так. Нам надо ближе подлететь. Вот. Теперь переработать грубую руду. Да? 14 тысяч. Всё. Да, один к одному, только 8% они забирают. Ну, это в зависимости, наверное, от этого. От отношений. Но я-то всего 50 накопал. Я потратил, наверное, в прошлой серии немало. 7 секунд, да? Но репутация не поднялась. Мы можем забрать. И 13 тысяч получили. Ну, это, конечно, сильно. Совсем другие цифры, да? Совсем. Так, ну ладно, давайте мы сейчас тогда вернём модули на прыжок. Вот сюда. А я же могу правильно снять вот так, а потом заменить этот модуль, просто вернуть, и у нас все будут работать, правильно? Вот сейчас одна турель работает. А мы потом вот это возвращаем, и работают три. Ну да, так и должно быть. У нас четвёртая, по-моему. Четвёртая у нас или нету, или... Нет, четвёртая есть, но нам... Стоп. Стоп. Должно четыре работать. Правильно. Раз, два, три, четыре. Блин, как же хочется, чтобы постоянно показана была вся статистика. Рудокопов восемь. Восемь из восьми. Кружка тоже три, вроде только. Странно. Ну да ладно. Это не так принципиально сейчас. Снимаем вот так. Этот оставляем. И полетели, поищем какие-то интересные места. Пойдём попробуем вот... Наверное, вдоль вот этой части разрыва. Нам, в принципе, в эту сторону больше хотелось бы, наверное. Стоп. Что мой шахтёр здесь делает? Шахтёр. Шахтёр. Ты чего? А. А вот это интересно. Прямая дорога... Ну, не в центр, конечно. Не в самый центр, да? Но ближе намного к центру. И он пытается туда вернуться. Помогите, говорит. Помогите. А он не умеет, наверное, через эти летать, да? Или что происходит с ним? Копать там нечего, понятное дело. Ему там как будто бы что-то мешает. Но, блин, раз такая пьянка, мы, наверное, туда полетим. Это будет интересно. Тут ещё есть этот... О, он вернулся, смотрите. Молодец. Копай. Нет, не копает. А вот тут копай. Так. Не, не, мы полетим сюда всё-таки. Там интересно всё-таки глянуть, куда... Дыра нас приведёт. А ещё я вот что-то вспомнить не могу. Были ли раньше врата через разрывы, через вот эти. Я помню, что эти разрывы очень сильно бесили. Они там очень длинные бывают. И облетать их приходится... Ну, приходилось раньше, по-моему, очень-очень долго. Это я помню, что меня сильно раздражало. А тут целая куча... Целая куча... И вот здесь вот... Это этот... Не разрыв. Ну, это... Как оно называется. И вот здесь вот, да, тоже врата. А это червоточина туда, понятно, куда-то ведёт. То есть, довольно много маршрутов через разрывы. К моему удивлению, оказалось-то. Так, сейчас тут пару прыжков, и мы... Уже где-то на той стороне. Вот. Куда мы? Блин, нам сюда. Пару прыжков, как я и говорил. Вот она. Дыра. Дыра. К счастью, будем надеяться. Окей. Я слишком слаб. И слишком близко к центру галактики. Пойдём здороваться. С местными жителями. Сейчас за мной тут охотиться будут. Ребята рассказывали, что какие-то... Охотники на слабую наживу есть. Как ограничительная такая механика для любителей ворваться поглубже сразу в начале игры. Обнаружили лёгкие всплески наши датчики. О-о-о! А вон там зелёное счастье. Могу я его копать, интересно? Где мой грузовой отсек? Но ребята здесь дружественные. Ну, относительно. Ладно, нейтральные. Блин. О, да, я могу его копать. Надо только нам поставить... Я не удеру так просто теперь. Конечно же. Сейчас внимательно будем смотреть. Если вдруг кто-то появится, валим сразу. Сразу валим. Сколько там? Три тысячи. А валить-то некуда. Вот в чём проблема. Так, мы готовы прыгать. Можно, кстати, тут и не прыгать. А, ладно, попрыгали уже. Какая разница? Так. Тут как-то грустно. Пусто. И нету какого-то... Пути вот туда. Блин, страшно, однако. О, тут есть что-то интересное. Наверное, это этот астероид. Пойдём, продадим его сейчас быстренько. И валим. А, нет, вон там ещё зелёного немножечко. Соберём и валим. Так. Тише, тише, тише. Присваиваем. Продать. Ууу, церковь демократическая. Мне нравятся сектанты. Надо будет с ними подружиться. Но это, конечно, совсем другое бурение. Вроде бы ещё сообщения не было о том, что сигнатура усилилась. Поэтому, я думаю, мы ещё можем немножечко... А я продал за 130 тысяч? О-о-о. Вот это то, о чём я говорю. Чем дальше мы... Чем ближе к центру, тем дороже. Продажа. Всего этого добра. Так, так, так. Ну, давай, сводись. Из вот этих вот блоков самое ценное, наверное, что мы можем сделать, это щиты для нашего корабля. Ну... Нет, слишком близко подлетел. Появилась группа кораблей пришельцев. Всё, уходим. Это за мной. Это за мной. Так. Предлагаю прыгнуть куда-то сюда. Там подумаем. Давай, давай, давай. Прыгаем. Переставлю дальность прыжка. Так, 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 так. Паника, паника, паника. Да, грузовой отсек нам надо. Сканер. Сканер нам не надо, чтобы свалить отсюда. Поэтому валим. Первым делом валим. Прыгаем, да, вот сюда. Да. Тут, конечно, не очень удобная такая транспортная развязка. Так. Окей. Домой. Где сухое тепло. Если бы тут разрыва не было, можно было бы попробовать как-то попрыгать в сторону дома потихонечку. Но так. Да. Но это интересный, короче, маршрут такой был. Интересный. Тут вот эти разрывы мне не нравятся. Как бы нам теперь вернуться к этим ребятам, с которыми я решил подружиться. С этими я дружиться не особо хотел. Поэтому мы, наверное, пойдем все-таки куда-то туда. Надо, наверное, один из... Знаете, что, наверное, надо... Нет, я с этим грузом полетаю. Пока что мы установим перманент на вот эти вот три модуля. И теперь прыгнуть можно вот на самые дальние зеленые сигнатуры. По желтым не летаю. По желтым пока страшно летать. Могут разбомбить. Полетели. Вот эти корабли с шипами мне какие-то орочи корабли напоминают. Так, много всего тут открылось. Прыгаем куда-нибудь сюда. Полетим, наверное, попробуем в обход к вот этим нашим друзьям. Ну, друзьям. Они еще нам не друзья, конечно, но... Но все равно. Так, энергия наша вся ушла. И она не восстанавливается. О, вот он. Че? Так. Это интересно. Мы что-то можем отключить. Я думаю. Двигатель нам надо. Маневровые пригодятся тоже. Гироскопы. Это что такое? Ассистент полета. Ого. Отключить. Интересно, как мы сейчас будем летать без флайт-ассиста. Системы корабля. А вот, кстати, полоска щитов появилась, да? Смотрите-ка. Раньше вроде здесь пусто было, а сейчас... Синяя, но пустая. Попрыгали, короче. Пока так. Подключал все, что можно. Перебор, наверное, да? Грузовой отсек и три усиленных прыжковых этих модуля. Так. Прыгаем теперь вот сюда, на зеленую точку. Шесть секунд. Тут, кстати, кажется, много уже руды такой. Ну, типа титана, да? До этого титан так редко довольно встречался, а здесь прям уже кажется, что много. Еще тоже интересный момент с прогрессией, с глубиной к центру галактики. Мы будем по количеству больше руды встречать. Астероиды сами будут более богатыми. Хотя там мы тоже, да, много ресурсов добывали, разбираем корабли. 66% эффективность. Ну, это вообще у нас кто? О, так это как раз уже наши друзья, слушайте, да? Климия. Климия. Да, это они. Надо с ними как-то отношения попытаться поднять по-нормальному, чтобы... Было понятно. Ну, тут, кстати, прыжок, наверное, куда-то за... За разрыв опять же. Ну, мы тогда уже и не спешим. Сейчас попробуем найти у них... О, давайте переработаем руду. Мы сможем снять модуль... Этого. Грузового отсека уже будет хорошо. Слотов под модули, конечно, не хватает. Проблема еще тоже в том, что... Когда мы корабль-то побольше себе сделаем, да, на большее количество слотов... То он будет здоровенным. Не будет пролазить между астероидами этими мелкими. Ой, я флайт-ассист отключил. Сорян. Сорян. Надо включить. Что-то мы... Плохо в них так врезались. Корпус 99,4%. Мы... Полпроцента им сняли. Тараном. Но они нам тоже немного. Что-то притягиваю щелучку. Это совсем такой долгий. Давай тяни. С астероидами я потом буду заниматься. Ну, с этими, с кораблями нашими добытчиками потом. Переработать грубую руду. Все. Давай. 10 тысяч. На ниту получим. Удалено. Это все неинтересно. Забрать. В энциклопедии. Новая запись. На. А. Нит. Окей. Ну, мне сюда щит, наверное, даже и вставить некуда будет. Поэтому я пока со щитом не заморачиваюсь. Это будет для будущих кораблей. Я, может, не на запись немножечко покопаю. И. Ну, не на нит покопаю, да. А что-нибудь эдакое. Интересное. Может, построю. Так. Вот это мы можем уже снимать. Это нам не надо. Мы можем добавить. Энерговместительность. Так будет чутка получше. Мы сможем больше прыжков сделать. Ну, и давайте. Сделаем, наверное, сейчас попробуем как-то путь. К. О. А вот и путь. Мы, кстати, уже, по-моему, нашли. То, что нам надо. Северные ворота нам надо. Все. Пошли. Вон, еще один большой астероид с титаном. Надо, может, сюда позагонять своих пока шахтеров. Чтобы они больше титана добывали. Так. Какой-то серенький такой сектор совсем. О. Здесь есть то, что нам надо. Давайте посмотрим, что у них за оборудование. Ничего интересного, по-моему, вообще. И здесь уже, да, больше титанового оборудования. Это определенно хорошо. Раз нам уже не надо далеко никуда бежать, облетать там всякие эти разрывы. Все намного проще сейчас. Ну, такое ощущение какое-то. Переставляем. Сделаем сейчас, чтобы дальность прыжка такая была, ну, приемлемая. Но, чтобы мы могли поставить еще каких-нибудь интересных, полезных модулей. Так. А, кстати, наши, по-моему, инженеры или механики, или инженеры и механики вместе взятые, ремонтируют наш кораблик. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но прочность его восстанавливается. Так, хорошо. Торговля. Нет, торговать я не хотел, правильно. Я хотел снять... Давайте мы, если два снимем, один оставим на девять. А тут не сюда, а через еще несколько прыжков. Но все равно нормально. Я думаю, этого мне хватит. Этой дальности снимем. Пока оставлю. Пока оставлю. Поставим снова этот сканер. Я все-таки хочу найти какое-то сокровище сегодня. А то, как это так? На нит не в счет. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну и, наверное, посмотрим, может быть, на детектор руды. Если вдруг он что-то нам задетектит, пока мы будем за сокровищами летать. Ну и я пока что... По маршруту врат пойду. Потому что через эту мы прыгнуть не можем, через разрывы, да? А вот врата нам будут очень нужны. Хорошо, что мы здесь нашли станцию оборудования. Можно будет переодеваться ближе и удобнее теперь. Так, тут ничего нет в этом секторе. О, есть врата куда-то туда. Меня устраивает это интересный курс. Определенно. Нам надо, кажется... Врата на запад, да? Вот эти. Да. Уже вроде и корабли защитников чуть покрупнее стали. Кажется, во всяком случае так. Подожди, сколько? Тысяча триста за проход через эти врата? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это страшно было на самом деле. Так. Все. Ну, мы тут туда ворвались, поэтому врата нам уже не надо. Контейнеры. Контейнеры. Ребята говорили, что... Проверь контейнер. Проверь. Может, там что-то есть. Но там ничего. Я даже не знаю, что за контейнер. Что бы они значили? Для чего они нужны? Какую смысловую, хотя бы, может быть, нагрузку несут? Но, по-моему, они все пустые. Мы еще, по-моему, тогда проверяли. Это не весело было. Краны, смотрите, как будто бы какие-то или эти. Интересная станция тоже была. Так. Вот тут вот что-то есть. И я очень надеюсь, что это не астероид. Я не хочу астероиды продавать. Это не весело. Я хочу найти заначку. Астероид. Ну, ладно. Один. Вроде бы один. Тут шахты. Стоят вот так на трех или четырех таких астероидах фактически. У нас очень редко встречаются системы, где есть три астероида таких. Давайте посмотрим, подсветка там работает вообще. Или что? О, с какого расстояния. Да, это, конечно. Дальность вообще никакая. А ну-ка, давай. Подожди. Радиус подсвечивания 9 и 3. Но я надеюсь, не метра же, правда? Это руда подсвечивается этим детектором руды. И эта руда подсвечивается. А вот эта... Или вот эта синяя стрелка, да, наверное? О, как... Как-то неудобно. Ладно, присваиваем. Продаем вот этим армия каких-то непонятных личностей где-то рядом. Ну, все. Больше здесь интересного нет ничего, поэтому... Вот этот вот астероид, по-моему, подсвечивается. Или за ним просто титан? Нет, за ним ничего нет. Да, 61 тысяча титана, я понял. Ща. Ща раскопаем. Я на этот не смотрел, на его описание. Ребята говорили, что большие должны быть такие астероиды. Он вроде не очень большой. Копнули раз. И, да, внутри... Целый вагон титана. 61 тысяча. Вот в этом маленьком астероиде, давайте сейчас глянем, титана... 4 километра. Сколько там? 11. Ну, кстати, не так уже, не намного меньше. А там не намного больше. Но тоже, может, есть более крупные вот такие астероиды с нычкой. Ну, понятно. Понятно. Теперь я хотя бы их видел. И хоть какое-то представление имею, как это работает. Полетели дальше. Интересно бы эти записи найти там, да? Получается, подсвечиваются у нас этим детектором астероиды, с хроной и... с записи. Какие-то, типа, лорные, как я понимаю. Я бы их почитал бы с огромным удовольствием, поискал бы. Это было бы весело. Ну, давай, прыгай. Так, вроде, энергии более-менее хватает, чтобы прыгать. Мы в таком сетапе и пока полетаем. Тут ничего интересного. 17 секунд у нас. О, это аж сюда получается, да, врата? Ну, полетим, полетим. А вот, блин, это я уже на территорию... Вот мне не нравится то, что... Давайте, кстати, отношения посмотрим. То, что сделали меньше градаций в отношениях. Раньше было клево, когда ты смотришь на карту, и там все фракции эти... Всеми цветами радуги подсвечиваются, а тут все какие-то одинаковые. Армия. Лего. Ну... Да. Мы можем даним заплатить. Сколько? Терпение. Вот это вот как раз переговоры, да? Необходимо... Что, идиуля? Что-то такое хочет... Какие-то цифры сумасшедшие. Можно рудой, наверное, заплатить. Я полетел. Не хочу никому платить. Так. Но раз это все уже пошла территория, вот этих вот... Ребят. Я бы, может быть, вернулся бы обратно. Давайте сейчас вот сюда. Это все разрыв этот, по идее. Реально, они все одного цвета теперь на карте, и так неудобно. Так. Тут что-то еще интересное нашел наш сканер. Сектор какой-то такой прям пыльный. Астероида пока не вижу. Это хорошо. Но плохо то, что тут фиг, что найдешь, конечно. Сектор не маленький. И летать, конечно же... Выискивать что-то ценное тяжело будет. Но зато здесь много руды, реально прям. Сюда отправить... Рудокопов, и пусть все копают. Дальность подсветки катастрофически не хватает в этом сканере. Там, интересно, есть еще его красная версия какая-то, чтобы... Больше была область подсветки. Не 9 километров. Ну и тоже подсветка в виде стрелочки, которую я фиг, наверное, замечу даже. Здесь большой астероид с титаном. Но его мы присвоить, по-моему, не можем. Но вообще тут, конечно, хорошо. И я надеюсь, что подсвечиваться... Сокровище будет... Каким-нибудь другим цветом. Да, не белым и не этим. О, что-то посинело. Прям так хорошо посинело. А ну-ка, кто там? А то тут уже скоро зотонцы придут. Схрон! Наш любимый схрон. А ну-ка, давай, порадуй меня. Открыть, конечно же. Двольная буровая. 60 тысяч. И... Все, походу, да? Здесь посмотрим. Ну, ничего интересного. Вообще, причем. Окей. Полетели дальше. Поищем еще чего-нибудь. Тут вот тоже заначка нарисовалась. И я думаю, что это этот астероид. Но это, правда, как-то... Какой-то другой астероид. Я их еще не видел. Он как-то прям... Квадратный. Может, новая просто моделька добавилась? Которую я не припомню. Но... Похож на тот, который можно заклеймить и... Забрать. Просто своими размерами похож. А так, таких я... Именно моделек и не припомню. Вот этим ребятам... О, они тут одни. Поблизости. Это очень хорошо. Да, все. Больше нет ничего ценного. И хорошо это тем, что я все ближе и ближе двигаюсь вот к Наониту. В том направлении. Да, вот тут вот был такой разрыв. И врата через него. А Наонит-то уже вот здесь. Совсем недалеко. Смотрите, сколько я за это время всего исследовал. Ну, сначала этого летсплея я имею ввиду. Так. И прыгаем дальше. Я вот так по сети врат буду идти. По вратам, конечно, прыгать очень дорого. По полторы тысячи уходит. И я даже думаю, что... Наверное, нет никакого смысла... Тянуть сюда вот эти вот мои буровые корабли. Через миллион врат, да? И платить деньги. Могу я его просто... Удалить? А, я могу его удалить, по-моему... Или нет? Дилемма. Могу ли я удалить корабль? Или... Ну, как-то что-то с ним сделать. А, я могу... Телепортироваться туда, да. Я же могу перемещаться без проблем между кораблями. Между всеми этими моими. И союзными, наверное, тоже, да? И там его разобрать. Всех поувольнять. Что там было на пи... Я вошел в зону ПВП? Не. В нейтральную зону, наоборот. Я вот просто все смотрел. Смотрел насчет этого. Думал, что... Ну... Я вроде только по нейтральным зонам и летаю. Где тут ПВП-6-то-то? Может, ближе к центру где-то, конечно. И вообще, как-то странно для меня лично выглядит эта игра. Ну, в онлайне. Как и зачем? Ну, для кооператива, да. С друзьяшками поиграть может. Запросто. А вот именно на публичный сервер идти и... Ну, как-то я даже не знаю. Игра про то, у кого больше корабль. Как-то не весело, по-моему, совсем. Вот мы и добрались до региона с Аанитом. Так, прошу прощения, меня немного отвлекли. И такой не очень плавный переход. Хотя, может быть, и плавный вот по этой вот клетке, да. Потому что здесь, по-моему, еще мне писало, что... Все хорошо, игра. Так, давай сейчас вот развернемся. Прыгнем туда, посмотрим. Тут какая-то нычка есть, да, но мы не будем, наверное. Хотя, почему не будем? Может, астероид? Да, вон астероид, я вижу. Ладно, нафиг с ним. Попрыгали дальше. Шаг назад сделаем, посмотрим, как... Как оно здесь будет. По идее, в регионе с Аанитом и оборудование Аанитовое должно уже продаваться у этой фракции. Да, вот я... Вот когда в этой клетке нахожусь, то... Все хорошо, я здесь вот прыгал. И никто не жаловался, никто меня не предупреждал, что беда начинается. Беда началась с последней клетки, по идее. Ну, я даже не знаю, как тут распределение идет. Вот, но в любом случае... Астероид с Титаном я выбрал, то как-то непонятно по цвету. Что это такое? В любом случае, надо потихонечку перебираться куда-то вот сюда, поближе. Тут вроде как и, в принципе, руды больше, кажется, во всяком случае, так. И я надеюсь, что астероиды сами по себе побогаче будут. Ну и на Аанит уже тоже рядом. Скоро будем копать. Скоро, но сейчас пока копать мы его в любом случае не сможем. Ну, я имею в виду нашими автодобывающими, потому что им нужно всем заменить турели на титановые. Вот, но я думаю, что надо, наверное, все-таки сделать автоматического копателя. Я, наверное, переделаю вот эту вот вентурку. Поставлю на нее грузовой отсеку, беру там что-то лишнее с нее, не знаю что, посмотрим. И поставлю сюда, ну, парочку турелей, к примеру, добывающих вот таких вот. И одного, как минимум, может быть даже двоих, да, у нас четыре турели, по идее. И двоих добывателей, именно вот таких грубых добывателей, можно будет запустить в ближайших секторах. Так, да, у нас вот тут вот хранилище ресурсов есть, я могу уже копать себе спокойно тут, насколько я понимаю, правильно? В автоматическом этом режиме. Надо будет здесь команду нанять, там и все остальное, если я не хочу вот этих вот тянуть через полгалактики. Ну, не пол, но да. Насколько же меньше фракций-то стало, это капец. Раньше у нас такое количество было, а сейчас они такие жирные. Попробую вот с ними войну вести, вот с такими, да, с огромными, то есть сколько же выпиливать-то придется. Но, тема интересней, конечно. Да, ладно. А, кстати, я совсем забыл. Еще в самом начале серии надо было об этом сказать, я что-то завтыкал. Ребята мне подсказали в прошлой, кажется, серии, да? В прошлой как раз это было. Когда я показывал винтурку, у меня там что-то не срослось с ней, и не срослось у меня... Давайте посмотрим... Титан... Вот этот вот бронированный блок не сросся у меня. Я думал, что это двигатель. Это должен был двигатель быть. Я даже не знаю, как так получилось, что я... Двигатель, который у меня стоит вот здесь, я по симметрии все делал. Как я сделал его блоком бронированным просто? Я, ну, вообще, представить даже не могу. Но нам надо заменить его все-таки на двигатель. Давайте сделаем. Да, и вот так вот. Насколько у нас скорость увеличилась? На 11 максимальное. Но ускорение там заметно выше стало. Но с тормозами беда. Вот за эту подсказку спасибо. Я не мог понять, почему не отображается этот двигатель. А он, оказывается, не двигатель. Это было вот видно, когда мы наводим мышку. Да, вот здесь вот в описании на этот блок. Было видно, что это не двигатель. А я когда даже не посмотрел туда совсем. Но реально я без понятия. Наверное, когда менял я материалы на винтурке, вместо того, чтобы кликнуть средней клавишей мыши вот куда-то в никуда и сбросить выделение со всего там корабля, со всех блоков, которые там надо, да, я, видимо, нажал на этот двигатель каким-то образом. И он стал просто кирпичом. Огромным таким кирпичом внутри этого корабля. Ну, хорошо. Я думаю, что на этом мы пока что серию закончим. И к следующей серии я попробую подготовить автоматические добывающие винтурки. Парочку, наверное, да. Парочка вот будет то, что надо. Надо будет сейчас пересмотреть, что мы можем убрать, что добавить, ну, то, что не нужно будет им, но нужно, например, мне. Вот, да, например, та же вычислительная мощность нам не нужна. Ну, им, точнее, не нужна. Нам нужна, а им не нужна. Запас энергии им тоже не особо нужен будет. Это все можно будет поубирать. Плюс там экипаж ей дополнительный не надо. Это можно будет убрать. И в целом заменить, может быть, даже частично этих убрать. Там двигателей можно убрать половину, я думаю, запросто. Им такая скорость не нужна. Ну, мне так кажется. Хотя, ну, может, и не нужна, на самом деле, да. Те, которые у нас летают в стандартные кирпичи, они на нормальной скорости летают, но той, которая меня вполне устраивает. А стандартный... Сейчас, так надо сохранить текущий проект. А стандартный кирпич у нас летает... Ой, я... На 218. Поэтому... 300 скорости, я думаю, будет предостаточно. Все остальное заставим хранилищем. И будут у нас добыватели, я надеюсь. Хорошие уже. А с теми надо будет сейчас разобраться. И, да, на этом, как я уже сказал, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok